Статус агрогородка вёска Строличева набыла в 1998 году, просто 12 годов после Чернобыльской катастрофы. С початку местовое населенство вырешили отселить, але сами же хоры гэту ведею не подтримали. Нехто вернулся у родной местины прост некий час, нехто увогу ли никуда не выезжал. У свой час тут поспробовали попадавать в спиртзавод, где плановалось перепрасывать сборжа забродженных территорий, але проект оказался не за всем удалом. Правда, без работы вёсковцы не застались. И ещё один плюс – народжальность у Строличеви. У речи почала перевышать смиротность. Уже свои семьи, у некоторых и унуки здесь тоже создали свои семьи, живут тут у нас в Строличеве, работают. Хозяйство держат, приусадебный участок обрабатывают. Поэтому уже нет у нас такого, что приехали-уехали, у нас живут на месте, уже освоились, никогда не хотят уезжать. Строличевская средняя школа после Чарнобыльской катастрофы так само лезть не спынила своё основание. В 91-м году установу закрыли, ямаль 13-й годов не выкористовывали. Зараз тут учится 140 детей, хоть свободных мест в Яшихапае. Школа различна на 220 наученцев. На её базе проводятся районные и областные семинары для работников голены, а сами учени принимают активный удел в разных конкурсах, спартакиадах и олимпиадах. О прочатах у сёлита двое 11-ти классников у першиню наведали Японию, где расповяли прожитие на своей малой родиме. Японская делегация часто навещает Строличевскую школу. И вот в этом году, после последней встречи, наши два одноклассника ездили в Японию. Там они проводили презентации, посещали университеты, были на экскурсиях, обменивались опытом. То есть, вот как воспитываться, как жить в таких вот условиях на нашей загрязнённой земле. Строличевская земля, знакомитая не только чарнобыльскими наступствами, а и историчной спарчиной. Увёз Рудаков, например, народился Александр Аскерка, ведомый тем, что выдал у Варшавы белорусский буквар. Да, к историчной революции у Рудакове были самые сучастные дороги, милиаративные каналы и некаких заводов. Но теперь от этого практически ничего не засталося. За выключением решетку сядебного дома, яке мая статус историко-культурной каштовности, правда, как зараблять на туристах, с початку необходимо найти сродки на реконструкцию. Ваннский майон, таковёстая Рудакопу, быдаванная на початку 20-го стагодия, зараз участково-разборная, а лебестовые жахары не покидают плану одновить его. Уресте життя в районе протягивается, тому необходимо думать не только о будущем, а и заходить свою историчную и культурную спадщину. Алексин Тюров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Хойницкий район.